Самарские врачи играют в футбол целыми семьями. Преемственность поколений у людей этой профессии во всем. Дети стараются не отставать от своих отцов даже на газоне. Михаил с поэтической фамилией Пушкин о поэтических лаврах не думает. Решил прославить себя сначала в футболе, а потом и в медицине. Я хочу стать врачом, потому что помогать людям. Лечить. Стать знаменитым, как папа. Известные и не очень знаменитые доктора Самары медперсонал после работы становятся футболистами. Они, как никто другой, знают, насколько спорт полезен для здоровья. Хирург – это особая каста врачей, которые требуют очень большей отдачи. Футбол в нашей профессии на данном этапе, вот сейчас, занимает уже довольно-таки веские места, поскольку именно он позволяет нам избавиться от стрессовых ситуаций, которые накапливаются в течение работы. Научившись играть в мяч не хуже, чем орудовать мединструментом, врачи создали свою футбольную лигу. Она открыта для всех медучреждений Самары. Главное условие – команда должна состоять только из медработников – врачей, санитаров или студентов. Любой руководитель коллектива, я считаю, должен поддерживать такие инициативы и помогать тем людям, которые хотят, ну так вот, плодотворно трудиться и также плодотворно отдыхать. Самарские команды уже не раз ездили в Уфу за футбольным трофеем – Кубком профессора Савина. Теперь башкирские медики приехали в Самару побороться за местный приз. Все настроены, приехали как бы до тока на победу. Будем стараться, что для этого делать? Надо играть в футбол, мяч круглый. Кубок медицинской лиги в первый сезон достался областной больнице Середавина. В финале она выиграла Пироговку со счетом 4-3. Дублем отметился Александр Кононов. Это уже третий турнир среди медицинских учреждений города, области в этом году. Так что я бы сказал, что вообще говоря, процесс идет в здоровом русле. В медицинской футбольной лиге играет семь команд. В регулярном чемпионате первое место заняла команда седьмой больницы, второй – Пироговка. И бронза досталась клиникам Медунивера. Футболисты-медики на спортивной площадке не прочь и пошутить. В одном из матчей в футбольной медицинской лиге один из игроков подвихнул ногу, на что другой вполне серьезно задал вопрос – а доктора на площадке есть? Футболом дело не ограничивается. Врачи играют еще в волейбол, занимаются плаванием и настольным теннисом. Правда, своих медицинских лиг по этим видам спорта у них пока нет. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.